То, что сейчас будет представлено, является плодом длительного разрушения, дискуссии. Основные направления, основные концепции также получили поддержку святейшего патриарха Кирилла. И сейчас презентация, которая будет представлена, является расплодом процессов обсуждения и размышлений. Я бы предложил такую процедуру. Я сейчас буду показывать слайды, комментировать их. Если у вас возникают вопросы, комментарии, вы каким-то образом на себя отвечаете. С тем, чтобы мы во время дискуссии, которая последует за презентацией, смогли на все вопросы пытаться ответить и обсудить замечания, которые у вас будут возникать. Итак, сам процесс дальнейшего трансформирования, дальнейшей реформы системы духовного образования можно представить в виде четырех направлений. Преобразование структуры, трансформацию структуры, количественных показателей, форму соотношения семинарского академического образования, трансформацию методик преподавания – это уже качественное измерение. Это изменение и повышение, надеемся, уровня преподавания в духовных школах. Трансформацию системы проверки качества – это необходимый параметр, необходимая величина. Вчера на семинаре об этом много было сказано, что система проверки качества является залогом признания любого образования, в том числе духовного образования. И трансформацию деятельности преподавателей – это тоже необходимый фактор, связанный с предыдущими, потому что без изменения того, каким образом преподаватели и студенты, соответствующим образом, вовлечены в процесс, мы не можем говорить о полноценном положении качества преподавания. Итак, начнем с трансформации существующей структуры духовного образования, которая состоит на настоящий момент из двух уровней – из уровней семинарии и академии. При том, что характерными чертами этих двух уровней на данный момент является следующее. Я беру основные параметры, которые должны претерпеть изменения в ходе преобразования системы духовного образования. Что касается семинарий, то срок обучения сейчас пятилетний. И навыки, которые получают, приобретают семинаристы в ходе образования в семинариях – это просто базовые знания по богословским предметам. Навыки ограничиваются, как правило, знаниями. И знания, которые приобретаются семинаристами преимущественно на лекциях, и форма обучения, соответственно, преимущественно на лекции. Что касается академии, то в академии, как известно, срок обучения – три года. И навыки, которые приобретаются, тоже в основном когнитивные, то есть они ограничены знаниями. Это знания по направлению базовой специализации. В академиях уже вводится специализация, но форма обучения – главным образом лекция, и навыки, приобретаемые главным образом знания. И результатом обучения в академии является диссертация, демонстрирующая способность систематизировать имеющиеся знания. Далее – новая структура. Новая структура уже должна быть трехуровневая, то есть состоять из тех уровней, о которых было сказано вчера во время семинара. Это эти три уровня – бакалавриат, магистратура и аспирантура. Как видите, бакалавриат выделяется из состава семинарии. При том, что сама семинария частично остается в бакалавриате, частично оказывается в магистратуре. Прямого соответствия между семинарием, бакалавриатом, академией и магистратурой нет. Это, в общем-то, такие величины, уровни, которые не вполне между собой совпадают. И наверху этой пирамиды, этой структуры оказывается аспирантура, как третий уровень образования. Соответственно, характерной чертой бакалавриата становится обучение в течение четырех лет. Это российская норма, преимущественно российская норма, но эта норма существует и в других странах, в частности СНГ, в Украине и в других странах. Это, в общем-то, особенность нашей образовательной системы. В большинстве стран, включившихся в болотское пространство, как было вчера сказано, бакалавриат состоит из трех лет. Но четыре года в нашей светской системе предполагается для бакалавриата и на самом деле в международной системе богословского образования тоже считается, что четыре года это норма, это минимум. Как правило, в богословском образовании зарубежном, европейском, три года считается слишком мало для бакалавриата. И, соответственно, на уровне бакалавриата делается упор не только на знания, но на приобретение дополнительных навыков. В частности, это способность к самостоятельному поиску и освоению знаний. И среди навыков мы обязательно должны прописать и указать ориентацию на пастырское служение. То есть мы готовим пастырей, мы готовим священнослужителей на уровне семинария, на уровне бакалавриата. И мы не должны стесняться говорить, что для нас это приоритет и что для нас это основополагающий навык, на который нацелено бакалавриатское образование. Соответственно, формы обучения на уровне бакалавриата это лекции, семинары, регулярные письменные работы. И итогом являются экзамены. Что касается дипломных работ, они возможны на уровне бакалавриата, но необязательны. Достаточно экзаменов. Я еще, может быть, два слова скажу о логике, так сказать, этой концепции. Речь идет об общей концепции, которая задает рамки духовного образования. Эти рамки наполняются конкретным содержанием самими духовными заведениями. Они могут добавлять то, что не противоречит вот этим рамкам. Находить конкретные формы реализации вот этой концепции у себя в своем духовном заведении. И не должно быть каких-то совершенно четких, унифицированных правил для всех, спускаемых сверху. Сверху спускаются рамки, рамочная концепция. Снизу духовное заведение наполняет эти рамки конкретным смыслом. И то же самое относится к экзаменам на уровне бакалавриата. Экзамены должны быть. Если духовное заведение хочет вести у себя дипломную работу, то она возможна. Но необязательна. Что касается магистратуры, то в магистратуре срок обучения два года, это тоже российская норма и норма в других странах, в частности в Украине. И навыки, которые приобретаются на уровне бакалавриата, это специальные знания по отдельным направлениям, способность творчески применять полученные знания, а также самостоятельно ставить и решать научные задачи. То есть уже мы начинаем формировать исследователя на уровне магистратуры. И исследователь и специалист, обладающие специальными навыками, формируются путем освоения материала на лекциях, через семинары, письменные эссе. Итогом является магистрская работа и экзамены. На этом уровне мы вводим первую магистрскую диссертацию. И на уровне аспирантуры, для которой мы резервируем три года, студент обязан освоить навыки самостоятельного научного исследования с учетом последних достижений в данной области. И в аспирантуре лекций практически нет. Остаются отдельные семинары и, конечно, все внимание, все время студентов, большая часть времени студента должна быть посвящена написанию диссертации. И итогом обучения в аспирантуре является защита диссертации. Сейчас мы подробнее рассмотрим все три уровня и начнем с уровня бакалавриата. Как уже было сказано, обучение по бакалаврской программе длится 4 года и в рамках этой программы студент обязан накопить 240 зачетных единиц, тех единиц, о которых было вчера подробно сказано. При этом мы исходили из того, что в семинаре поступают студенты-ретуренты с разной подготовкой. Есть студенты, которые хорошо владеют уже базовыми знаниями в области богословия, катехии, санбиблейской истории, славянским языком и так дальше. Есть студенты, которые этими навыками, знаниями не владеют. Поэтому возникла необходимость вести диссертацию между той и теми другими студентами. Возникла идея создать пропедактический курс, подготовительный курс перед поступлением на бакалавриат. Эта идея тоже полностью нашла поддержку со стороны святейшего патриарха. И в чем она заключается? Что существует, происходят общие экзамены для всех. На этих экзаменах экзаменационная комиссия определяет уровень поступающих. Если уровень соответствует сразу бакалавриату, если человек владеет навыками, знаниями катехии, богословия, катехии, сабиблейской истории, цепоннославянского языка и так дальше, он сразу имеет возможность поступать на бакалавриат, на первый курс. То есть то, что у нас в старой системе было поступление сразу на второй курс семинарий, по второй класс семинарий. Те, кто не владеет вот этими базовыми навыками, для них остается этот пропедактический курс, который не входит в курс бакалавриата, но является неотъемлемой частью системы духовного образования, где студенты получают знания области катехии, сабиблейской истории и так дальше. При этом именно на этом уровне на студента вложится основная нагрузка по послушаниям. А на уровне бакалавриата то время, то место, которое освобождается за счет перенесения на первый курс катехии, сабиблейской истории и так дальше, а также значительная часть послушаний, на уровне бакалавриата освобождается место для самостоятельных семинарских занятий и других форм самостоятельных занятий. Также к бакалаврскому курсу присоединяется еще специальный курс, соответствующий уровню специалистов современной российской системе образования, который предназначен для тех, кто не собирается после окончания семинария, после окончания бакалаврской программы продолжать свою учебу в магистратуре, для тех, кто собирается идти на приход. И на этом последнем пятом курсе студенты получают возможность приобрести специально углубленные знания в области пастырства, в области пастырской психологии и так дальше. Мы об этом чуть подробнее скажем сейчас. Но это как бы курс для тех, кто идет на приход, для тех, кто дальше не продолжает учиться в магистратуре. То есть у нас получается так, по годам. Нулевой год – это профедактический год, 4 года бакалавриата, пятый год – это специалитет, уровень специалиста. По сути, наша семинария, пятилетняя сейчас, не претерпевает существенных изменений. Она как была пятилетняя, так и остается. Просто внутри семинарий происходит более четкая дифференциация между уровнями, вводятся дополнительные уровни. Поскольку мы говорим о признании, о необходимости признания семинарского образования, то мы должны, так сказать, то бакалаврское образование, которое дается в семинариях, мы должны его признать в нескольких пространствах образовательных. По сути, мы должны проецировать семинарское образование в несколько плоскостей, в плоскость европейского образования, в плоскость светского образования и остаться, так сказать, верными самим себе, своим традициям. Поэтому нам необходимо, разрабатывая наши курсы, ориентироваться на несколько стандартов и на несколько вот этих плоскостей. В частности, бакалаврская программа должна соответствовать международным стандартам бакалавра-богословия. и первому циклу Болонского процесса, согласно тем самым дублинским дескрипторам, о которых вчера так много было сказано. Этот же бакалавриат соответствует шестому уровню европейской рамки квалификации для обучения в течение жизни, тоже об этом вчера очень много было сказано, и федеральному государственному образовательному стандарту третьего поколения по степени бакалавра. Это то, что касается российских реальных, конечно, в других странах, это по-другому должно быть. И, как мы сказали, федеральный государственный образовательный стандарт разработан, исходя из первого цикла Болонского процесса, из шестого уровня европейской рамки квалификации. То есть это величины, которые друг с другом связаны, просто третий образовательный стандарт, образовательный стандарт третьего поколения является более узкой интерпретацией вот этих и вот этих уровней. И, как мы сказали, как сказал Владыка Иларион в своем вступительном слове, что бакалаврская программа нацелена в первую очередь на подготовку православных священнослужителей. Мы должны это четко декларировать и четко на это ориентироваться. Однако при этом мы должны оставлять возможность для тех, кто не собирается дальше принимать ИСАН, получать богословское образование, с тем, чтобы эти люди могли дальше продолжать церковное служение в других областях. В рамках бакалаврской программы мы ориентируемся на результаты обучения. Об этом тоже вчера много было сказано. Мы с этого начинаем формировать нашу бакалаврскую программу. И эти результаты обучения включают в себя знания, умения, компетенции, которые необходимы для пастырского, религиозно-просветительского, деканического служения в православной церкви. Среди результатов обучения необходимо отметить следующее. Они сформулированы уже в тех формах, которые понятны и приемлемы с точки зрения и европейских стандартов, и с точки зрения стандарта третьего поколения, российского стандарта третьего поколения. Значит, эти результаты – это систематические познания в области священного писания, богословия различных видов, патрологии и так дальше, других предметов. А элементы познания в области светских дисциплин педагогики, классической современной философии, древних современных языков, языкознания, риторики, общей истории, спознания информационных технологий. Я хотел бы обратить внимание на педагогику, потому что сейчас в связи с ведением УПК в школах встал вопрос о подготовке кадров педагогических. И вот с этой целью, об этом тоже на этом взял акцент Светиш Патриарх, необходимо вводить элементы педагогики и на уровне бакалавриата, и на уровне магистратуры, на всех уровнях обучения в системе духовного образования. Не значит, что мы должны готовить педагогов, но значит, что мы должны готовить людей, которые в педагогической проблематике, которые владеют элементами педагогики и могут общаться с преподавателями, с педагогами, и на их языке объяснять то, что требуется для преподавания УПК. Да, и, конечно, совершение богослужений, литургическая практика – это тоже необходимый навык, получаемый на уровне бакалавриата. Необходимо также владеть теоретическими и практическими основами пастырской деятельности. На пастырство необходимо делать акцент, и это один из краеугольных камней системы духовного образования. Необходимо владеть навыком педагогической деятельности, на основе владения элементами возрастной психологии владеть необходимо также теоретическими и практическими аспектами диаконического служения. Необходимо иметь способность давать интерпретацию полученным знаниям, не просто механически их усваивать, а творчески их перерабатывать и интерпретировать для себя и для окружающих. Необходимо уметь передавать полученные знания как подготовленной, так и неподготовленной аудитории. То есть это важнейший навык пастырского служения. Необходимо уметь излагать знания и выводы в истинной и устной формах. Мало знать, важно передавать, уметь передавать, поэтому упор должен делаться на приобретение студентами навыков письменного изложения мысли, своих мыслей, своих выводов, своих знаний. Также, и мы это очень четко постулируем, прописываем в нашей квалификационной рамке, речь идет как раз о основах квалификационной рамки бакалаврской программы, те важнейшие для нас навыки, которые необходимы для будущего пастыря. Это нравственный устой, навык к богослужению и молитве, не просто умение совершать богослужение, но любить богослужение, знать, понимать его, иметь навык молитвы и духовная рассудительность. Это те вещи, которые мы не должны стесняться прописывать, мы это прописываем, постулируем и декларируем в нашей квалификационной рамке. Это вполне приемлемо с точки зрения европейских требований, это менее может быть приемлемо с точки зрения отечественных, скажем, российских требований, но это наши требования в конце концов. Как уже было сказано, для успешного окончания бакалаврской программы выпускник должен накопить 240 зачетных единиц и сдать экзамен. То есть два фактора, которые позволяют студенту выпуститься из семинария со степенью бакалавра. Он должен накопить это количество баллов и должен сдать экзамены успешно. И в результате ему выдается диплом бакалавра теологии с европейским приложением диплома. Студенты, успешно освоившие бакалаврскую программу и достигшие установленных результатов обучения, не просто прослушившие лекции, но действительно освоившие знания и навыки, могут продолжать свое обучение либо по специальности, непосредственно ведущих к принятию священного сана, либо по магистрским программам. То есть два пути. Путь сразу на приход для тех, кто закончил бакалаврят, но этот путь пролегает через специализацию, через пятый год. Либо путь в магистратуру для получения дальнейшей специализации, дополнительных навыков. Несколько слов об этом пятом годе, о специальности. По специальности бакалавры углубленно осваивают предметы, необходимые для пастырского служения. Это литургика, деканья, педагогика, пастырская психология, психиатрия, основы правовой и экономической деятельности прихода. Это вовсе не означает, что эти предметы не должны изучаться на уровне бакалавриата, они должны изучаться на уровне бакалавриата. Но в пятый год студенты более углубленно осваивают эти предметы. Далее переходим к магистратуре. Основные черты, которые отличают магистратуру от бакалавриата. Если у нас, в общем, до недавнего времени между академией и семинарией разницы было практически никакой, так что академия просто дублировала семинарию с введением специальности, в академию была введена специализация и возможность углубленного знания по отдельным направлениям. Мы углубляем этот процесс специализации и, так сказать, качественного дифференцирования между бакалаврским и магистерским уровнем. И остается специализация как черта магистерских программ, как неотъемлемая черта магистерских программ. Но при этом вводится новое такое качественное измерение. Я бы назвал его так, размыкание системы. Я объясню, что это такое. На уровне бакалавриата в семинарии студенты должны войти в определенные рамки, в определенное понимание, в определенное русло, традиции. Как бы войти в систему. Я думаю, что все, кто учился в семинарии, понимают, о чем речь. Человек должен быть введен в определенные рамки, в определенное русло. Он должен получить знания, он должен сформироваться уже в таком начальном виде, как богослов, как пастырь. На уровне магистратуры вот эта система знаний, полученная в семинарии, должна быть несколько переосмысленной. Человек должен на нее посмотреть как бы со стороны. Он должен приобрести навыки критического осмысления. Не отвержение, естественно, того, что он получил на уровне бакалавриата, но переосмысление и творческой переработки с тем, чтобы творчески применять полученные знания в практических, порой сложных ситуациях. Вот поэтому на уровне магистратуры как бы происходит, условно говоря, размыкание системы взгляда в ней, ее отвержение, но ее творческое осмысление. Студент на уровне магистратуры должен приобрести дополнительные навыки самостоятельного освоения и творческого использования знаний. Он должен уже приобрести привычные навыки научно-исследовательской деятельности. Он уже должен начать формироваться как исследователь. И результатом чего и доказательством чего должна стать первая магистрская диссертация, написанная в магистратуре. Магистратура соответствует, мы сейчас вот как бы ее сразу в системе координат позиционируем, она соответствует стандартам магистра искусств и магистра богословия. А в международной системе второго циклуба лунского процесса, седьмому уровню европейской рамки квалификации для обучения в течение жизни. И, соответственно, стандарты третьего поколения по направлению теологии. Существованием двух стандартов третьего поколения по бакалавриату и по магистратуре мы обязаны Свято-Тихоновскому унистету. И я хотел бы воспользоваться этим ходом, чтобы поблагодарить отца Владимира. Здесь очень хорошая работа, и мы просто пришли на готовенькое, что называется. Так что спасибо. И опять на уровне магистратуры мы делаем акцент и требуем у студентов не только знаний, но также умений и компетенций. И эти знания, умения, компетенции, то есть результаты обучения требуются для нескольких направлений деятельности, будущей деятельности магистров. Для научно-исследовательской, преподавательской, цепловно-административной. То есть из магистратуры, выпускники магистратуры уже способны преподавать, правда мы предполагаем, что преподавать способны на уровне среднего и среднего специального образования, на уровне высшего образования еще пока, для этого необходим уровень эспературы. Но они уже способны проводить начальную научно-исследовательскую деятельность. И самое главное, что магистры способны у себя в епархиях выполнять специальные функции в епархиях, в области дьяконического, служения молодежного, служения тюремного, помогать владыкам по веке епархиальной деятельности и так дальше. То есть это люди, обладающие не просто специальными знаниями, но специальными навыками. И в виде результата обучения можно отметить уже специальное, не общее, но специальное познание в области богословских наук по выбору. То есть вот эта специализация, разделенность по направлениям, она остается. Мы закладываем в результаты обучения в магистратуре базовые методики научного исследования, владения информационными технологиями, необходимыми для исследовательской деятельности. То есть не просто войти в интернет и посмотреть новости, но уметь пользоваться теми базами данных, теми ресурсами информационными, которые сейчас в огромном количестве существуют в интернете, которые помогают проводить полноценную исследовательскую деятельность. И необходимо также уметь критически оценивать и самостоятельно осваивать знания и навыки. Студент должен, если так условно сказать, научиться учиться. И преподаватель должен научить студента учиться. Умение осваивать самостоятельное знание – это фундаментальный базовый навык. На уровне магистратуры необходимо иметь способность находить правильные формулировки и подходы, чтобы доходчиво объяснять свои знания и выводы неподготовленной аудитории. Я думаю, что без комментариев. Понятно, что в основном священники общаются с неподготовленной аудиторией. Необходимо иметь нравственные условия, необходимые для осуществления ответственного церковного служения. Никто не убирает из магистратуры воспитательный процесс. Воспитательный процесс продолжается и в магистратуре, и в аспиратуре, везде. Он является неотъемлемой частью образовательного процесса. Мы просто должны его лучше осмыслить, лучше сформулировать для различных уровней образования. Прежде всего, в магистратуре допускаются те, кто закончил духовный семинар со степенью бакалавра. Но на магистратуре имеют право поступать также абитуренты, получившие гуманитарное сельское образование со степенью как минимум бакалавра. У нас давно существует проблема, что делать с теми людьми, которые закончили университеты, особенно гуманитарные факультеты, и хотят поступать в систему духовного образования. Мы, как правило, брали их во второй класс семинара, в третий класс семинара. Сейчас мы формализируем этот процесс и устанавливаем формальные правила поступления, правила игры для тех, кто имеет базовую подготовку, и нужно, возможно, будет доздать в рамках магистрских экзаменов необходимые богословские предметы. То есть нужно проверить их состоятельность, не только как специалисты в области гуманитарных, в области богословий, на уровне магистрских экзаменов, мы проверяем их знания, и позволяем учиться по магистрским программам. И вступительные экзамены остаются из семинара, никто автоматически бакалаврят, магистратуру не переводится, но только через экзамены все проходит. Обучение по магистрской программе 22 года, 120 зачетных единиц должно быть накоплено, и что очень важно, что способствует вот этому размыканию системы, это то, что студенты, обучаясь в магистратуре, могут часть своих программ осваивать в других вузах, в том числе зарубежных. То есть, условно говоря, человек поступил в магистратуру, через полгода, он может на полгода, на три месяца поехать в Оксфорд или в Хайдельберг, прослушать там магистрский модуль, который подходит под его специализацию, по деконическому служению, по сирийской патристики, вернуться назад, и те, то количество единиц, которые он получил, условно говоря, в Оксфорде, ему зачисляются эти единицы, он продолжает свое магистрское обучение. В этом есть практическая, так сказать, польза. Мы студента не отпускаем надолго зарубежь учиться, и они привязаны к нашему учебному заведению. То есть, они не поступают в другой вуз, они едут в другой вуз по программе обмена, но остаются студентами нашего вуза. И получая необходимые квалификации за рубежом, не оказываются оторванными от своего собственного учебного заведения, и не уходит, так сказать, в космос открытый. Так что мы теряем с ними связь. В рамках магистрской программы студент обязан написать диссертацию определенного объема, за которую он может получить 30 зачетных единиц. То есть, первая диссертация, 30 зачетных единиц, это международный стандарт. Четвертая часть магистрской программы должна быть диссертацией. И магистрская диссертация, он должен продемонстрировать умение находить последние научные достижения по затрагиванию вопросов, в том числе и на иностранных языках, обобщать эти достижения, критических оценивать, излагать выводы, полученные на основе анализа освоенного научного материала в систематическом виде. В общем-то, диссертация остается по-прежнему реферативного характера, но это реферирование должно быть качественным. Студент должен не просто три книжки прочитать, а освоить ту литературу, в том числе и на иностранных языках, которые существуют по его предмету, и качественно, творчески отреферировать ее, изложить последние научные достижения в такой приемлемой форме. То есть от студента не требуется каких-то выдающихся прорывов в области научного исследования, требуется качественное освоение существующего научного материала по данному вопросу. Каждый студент, обучающийся по магистрской программе, прикреплен к научному консультанту, который помогает ему выбирать направление обучения исследования, а также писать научную работу. Речь идет о так называемых тьютерах, научных наставниках, консультантах, которые входят в корпорацию, соответственно, и которые помогают студенту ориентироваться в его так называемой образовательной траектории. Студент приходит в магистратуру, и у него есть выбор между различными модулями, между различными специальностями. Преподаватель должен, наставник, он должен подсказать студенту, какие модули для него больше подходили бы, какие ему выбрать модули. Он должен подсказать, как лучше написать магистрскую диссертацию. Речь не идет о полноценном научном руководстве. Речь идет о подсказках, о помощи со стороны преподавателя написать студенту магистрскую работу. И один консультант не может иметь более пяти студентов. Это тоже международная норма. В конце первого-второго года обучения по магистрской программе студенты сдают экзамены, за которые получают зачетные единицы. 25 единиц предполагается за экзамены, по крайней мере, в рамках российского стандарта третьего поколения. Количество и направленность экзаменов каждый раз определяется самим учебным заведением. Здесь не будет никаких указок сверху. И в течение учебного года студенты также проходят промежуточные тестирования основных результатов обучения, то есть зачеты, промежуточные экзамены и так дальше. И в результате, для того, чтобы получить корочку магистра, студент должен накопить 120 зачетных единиц, защитить диссертацию магистрскую и сдать экзамены. Вот три фактора. Без одного из этих факторов магистрская корочка не будет дана в руки студенту. И корочка это будет европейского уже стандарта, европейское приложение к диплому. Студент после окончания магистратуры может либо продолжить свое обучение в аспирантуре, либо продолжить обучение по другим программам, ведущим к получению степени либо кандидата в АГСО в отечественной системе, либо доктора философии в международной образовательной системе. То есть студент после магистратуры может поехать в зарубежный университет, если это действительно звезда, мы знаем, что он будет хорошим, талантливым преподавателем. Мы после магистратуры отправляем его, скажем, на Запад получать ПИЖИ или отправляем в отечественный вуз получать степень кандидата наук, с тем, чтобы он вернулся и уже с этой диссертацией, с этими знаниями мог преподавать. И либо может после магистратуры уже приступить к осуществлению цикловного служения, требующего особых навыков в гепархиях, синодальных заведениях, учреждениях и так дальше. Аспирантура. Аспирантура формируется на базе академии. Цель обучения в аспирантуре – осуществление научного исследования, результаты которого излагаются в форме диссертации. Успешная защита диссертации ведет к присвоению научной степени кандидата в богословие. Но здесь тоже вопрос. Кандидат в богословие или кандидат в богословских наук? Вопрос открытый. Можно было бы быть верными традициями и говорить, что мы будем продолжать давать кандидата в богословие. Можно сказать, что давайте будем давать кандидат в богословских наук, потому что нужно как-то отличать эту новую степень получаемого аспирантуре от старых кандидатов в богословие, которые в большинстве своем соответствуют уровню магистрских работ. И это проблема, вопрос для обсуждения. И аспирантура соответствует третьему циклу баллонского процесса согласно дублинским дискрипторам и в основном уровне европейской рамки квалификации для обучения в течение жизни. Требования, предъявляемые кандидатской диссертации, должны быть сопоставимы со стандартными написаниями PHD в международной системе либо кандидатской диссертации в отечественной и светской системе. И среди навыков на выходе, так сказать, аспирантуры, должны быть критическое мышление, способность развивать самостоятельные теоретические концепты, знание последних научных достижений в данной области исследования, понимание широкого контекста, в котором проводятся исследования. Также умение участвовать и руководить проектами от начального замысла до конечного результата, развития, так называемого, проектного мышления. То есть человек должен мыслить, исходя из конечного результата своей работы. Не процесс важен, а важен результат, не важен процесс. То есть вот если вы вчера помните пример с машиной в финском университете, что вот важен результат — собрать спортивную машину. А как студенты будут это делать, это как бы никого не интересует, важен результат. И здесь вот эти навыки проектного мышления также должны быть приобретаемы. Кроме того, сейчас современная наука — это не наука одиночек, это не наука гавноков и болотовых, это наука команд. Когда группы исследователей развивают какой-то проект, проводят исследования в той или иной области. Поэтому для этого необходимо уметь работать со своими коллегами, не просто критиковать и, так сказать, не подавать руки, а уметь работать с другими людьми. И также уметь работать со своим научным руководителем. В рамках общесерковной аспирантуры и докторантуры, вот ректором которой является Владыка Илларион, а также в рамках духовных академий осуществляется написание докторских диссертаций, которые должны соответствовать требованиям, выдвигаемым докторским диссертациям в отечественной и светской системе образования, девятому уровню. Это, так сказать, условный такой уровень, он формально не прописан, но реально существует в европейской рамке квалификации для обучения в течение жизни, и требования выдвигаемым к работам уровня хабилитации, хабилитации немецкой модели образования. С докторской, конечно, немножко непонятно, должны быть более четко прописаны рамки того, что должна быть докторская диссертация. Я думаю, что большую помощь здесь может оказать общесерковная аспирантура и докторатура, которая сейчас фактически создает такой стандарт докторской диссертации. И таким образом мы имеем три типа диссертаций в нашей системе. Диссертация магистерская, кандидатская и докторская. А магистерская диссертация, какие ее основные параметры? То, что ее пишут студенты два года, то, что она предполагает определенное научное руководство, а именно советы со стороны консультанта. Процедура защиты осуществляется, защита на кафедре. И процедура утверждения, приказ ректора. Это такое предложение. Далее, кандидатская работа. Кандидатская работа пишется три года. Научное руководство – это регулярные консультации с научным руководителем. То есть это тот уровень, где должно быть самое плотное взаимодействие с научным руководителем. Это уровень формирования исследователя. И консультации должны быть хотя бы раз в месяц, должны быть такими неформальными, а настоящими. Студент должен действительно получать ценные советы от научного руководителя, а не просто негативную оценку уже на экзамене, на защите, когда первый раз осуществляется взаимодействие между научным руководителем и студентом. Процедура защиты. И защита обязательно на кафедре. Защита перед ученым советом с обязательным внешним оппонированием. То есть обеспечение системы качества работы за счет внешних факторов. О чем вчера было сказано. И, к счастью, эта процедура уже отработана в наших духовных заведениях и доказала свою полную абсолютную эффективность. Так что уровень работ просто возрос на порядок, благодаря введению вот этих процедур дополнительных. И предлагается процедура утверждения защиты приказом ректора. Что касается докторской, то она как бы, это самая сложная работа, ее тяжелее всего определить, идентифицировать. И вот будем надеяться, что в рамках как раз, как я сказал, общесоконной аспирантуры и докторатуры сформируется вот этот концепт докторской работы, четко как он предъявлен для нас в нашей системе. Но так условно говоря, предварительно говоря, докторская работа предполагается, что должна писаться 3-5 лет. Научное руководство должно быть минимальным, должно быть консультацией со стороны преподавателя, но предполагается, что доктор, это уже самостоятельный исследователь, который доказал свою состоятельность исследовательскую. Поэтому его задача писать работу, но некоторыми советами со стороны он может пользоваться. Процедура защиты такая же, что и с кандидаткой. Защита на кафель, защита перед ученым советом с внешним внешним, обязательно внешним афониром и утверждается докторской уже святейшим патриархом. Далее мы переходим к реальной ситуации. Как у нас сейчас, какая есть сейчас ситуация с семинариями и академиями, и как эта ситуация, какой алгоритм должен быть при образовании этой ситуации в новую ситуацию. Итак, текущая ситуация такая. У нас есть духовное училище со сроком обучения от 2 до 4 лет. У нас есть семинарий, как 5 лет, но из-за исключения нескольких семинарий, где 4 года. Есть академия 3-летняя, и есть общесерковная аспирантура, докторантура. Как нам вот эту систему преобразовать в новую, посмотрим. В этой новой ситуации возникает у нас бакалавриат 4-летний, который возникает на уровне, так сказать, духовного училища, семинарии. Духовные училища либо превращаются в бакалавриат, переходят на бакалаврскую программу, либо никто не заставляет переходить на вот эту новую программу. Никаких, я думаю, директив пока что, по крайней мере, не предполагается. Если училище хочет оставаться таким, каким оно есть, пускай остается, но оно остается тогда за пределами пространства духовного образования, признанного пространства духовного образования, что грозит исчезновением этого училища. То же самое и семинарии. Семинария либо переходит на бакалавриат, либо остается за рамками, за пределами единого пространства духовного образования, и, в общем, ей грозит то же самое со временем. Значит, у нас к бакалавриату пристегивается вот этот первый нулевой год пропедактический, как мы сказали, и специальность сроком один год. В некоторых случаях к бакалавриату может добавиться магистратура в некоторых семинариях двухлетняя. И, конечно, на базе духовных академий магистратура создается в обязательном порядке, и академия превращается в частичную магистратуру, а частичную аспирантуру. Что касается общецерковной аспирантуры, то здесь уже вся эта система есть. Со временем, когда эти программы будут отработаны, апробированы, то возможность писать докторские работы будет и в духовных академиях. Значит, у нас система... Это мы говорим о уровнях, которые существуют в реальных физических учебных заведениях. Вот реальные физические учебные заведения такие. Это большинство семинарий, наиболее сильные семинарии. Большинство семинарий, наиболее сильные семинарии, академии, вот они остаются, физически они никуда не исчезают. Просто в этих академиях выделяются вот эти три уровня. Вместо двух уровней три уровня. И общецерковная аспирантура, в которой тоже существуют три уровня. То есть академии и семинарии никуда не исчезают. Стены как были, так и остаются. Названия как были, так и остаются. Мы просто выделяем различные уровни и в дипломах пишем по-другому название, так сказать, тех квалификаций, которые получают в выпуске. Каковы могут быть этапы введения? Это вопрос, который необходимо обсудить. Какова будет поэтапность введения этой новой структуры? В настоящий момент мы имеем следующую ситуацию. У нас есть аспирантура, докторантура общецерковная, все остальное нам дальше нужно преобразовывать. Со следующего учебного года уже мы можем вводить элементы магистерских и бакалаврских программ. В частности, мы можем вводить элементы, по крайней мере, магистерских программ в академиях и в общесокомной аспирантуре и докторантуре. Это не будут еще полноценные магистерские программы, требуется время, чтобы их доработать, довести до ума. Но, например, студентов в академии уже можно набирать с тем, чтобы они писали не сразу кандидатские, а начинали с магистерских работ. Которые потом могли бы переходить в кандидатские работы. Уже со следующего учебного года можно вводить в академиях бакалаврские программы, элементы бакалаврских программ. Это тоже еще не будут полноценные бакалавряты. Но какие-то вещи уже можно обозначать и уже вводить. Вместе с преподаватическим курсом и вместе со специальностью. Через год бакалавряты можно вводить в наиболее сильных семинариях. И святейший патриарх предложил выделить ряд самых подготовленных сильных семинарий, которые используют в качестве таких пилотных проектов, что называется. Пилотных семинарий для апробации новых бакалаврских и возможно магистерских программ. Это будет определено учебным комитетом, кто войдет в число этих самых сильных семинарий. Через год, значит, вводится бакалавряты в сильных семинариях, вводится тоже аспирантура уже в академиях. Вот, аспирантура, так? Почему вводится через год? Если мы сейчас начинаем готовить магистров, то студенты, которые обучаются по магистерской программе, через год уже получат возможность переходить на аспирантскую программу. Вот, и таким образом академия получит возможность открывать у себя аспирантский уровень. И магистратуры уже через год могут вводиться в наиболее сильных подготовленных духовных семинариях. И, соответственно, через год уже должен начаться процесс перехода на бакалавриат остальных семинарий, которые не хотят остаться, так сказать, за рамками незаконных, как это сказать. Далее, переходим к методикам преподавания. Как уже было сказано вчера, основной единицей преподавания становится модуль. О модуле было сказано вчера много. Это структурная единица программы преподавания, которая нацелена на достижение определенных результатов обучения. И эти результаты обучения включают в себя знания, умения и компетенции, не просто знания. Структура модуля такова. Это лекции, это семинары, это самостоятельное чтение, когда студентам задается объем чтения, обязательного к освоению, и студент читает книги. Например, по какому-то модулю нужно прочитать три книги. Задача преподавателя проконтролировать, насколько студент прочитал эти книги, насколько он насорил этот материал. И обязательное сочинение, эссе, каждый модуль должен сопровождаться написанием обязательной письменной работы. Таким образом мы будем создавать, мы будем взращивать навыки письменного изложения материала. И некоторые модули могут завершаться зачетом, но это не обязательно. Могут быть зачеты, могут не быть. Таким образом, в процессе обучения акцент делается на самостоятельной работе студента, о чем сказал Владыка Иларион, и о чем тоже говорил Цветиший Петрях. Задача преподавателя не просто передать студенту сумму знаний, а научить его творчески применять полученные знания. Владыка, простите за цитирование. Все формы обучения, включая лекции, должны быть интерактивными, должны сопровождаться вопрос-ответами. То есть преподаватель должен постоянно проверять, насколько студент усваивает материал, задавать какие-то вопросы. Ну, это какие-то педагогические навыки. Модуль в большинстве своем рассчитан на один семестр. Из-за успешного освоения каждого модуля студент получает определенное количество зачетных единиц. Зачетные единицы, о них тоже было сказано много, это такая стандартная величина, которые измеряются освоенной компетенцией. Единица измерения трудозатрат студентов, выраженная в терминах номинального времени, необходима студенту для достижения конкретных результатов обучения. Средства обеспечения прозрачности и сопоставимости. Единицы везде имеют одинаковый вес, приблизительно одинаковый вес во всех системах, во всех учебных заведениях. Это способ описания образовательных программ, позволяющий переносить достижения студентов в усвоение образовательной траектории учебного заведения или страны обучения. И важнейшее средство, обеспечивающее широкомасштабную мобильную студенту. Определение веса или значения сочетной единицы базируется на параметре трудозатрат студента по своему определенному сегменту образовательной программы. То есть единица измеряет не только, сколько часов студент прослушал у себя лекции, на лекции, но измеряет также, сколько он книг прочитал, сколько статей прочитал, сколько эсэ написал, сколько у него заняло времени для того, чтобы поехать в архив, прочитать какой-то документ и так дальше. И понять общую трудоемкость, хоть лекции, практические занятия, семинары, учебные практики, самостоятельная работа студента в библиотеке или даже дома, подготовка к сдаче экзамена. И в связи с этим задача преподавателя контролировать этот процесс, не пускать на самотек, потому что понятно, что если у студента будет возможность осваивать компетенции дома, то никаких компетенций, кроме каких-нибудь не очень подходящих, не будет. Поэтому преподаватель должен не просто давать знания, но контролировать, насколько студент осваивает знания. Условно говоря, один академический год приравнен к 60 зачетным единицам, которые распределяются между модулями, и одна зачетная единица приблизительно равна 25-30 часам. Часам лекций, чтения самостоятельного. Например, считается так приблизительно, что прочитать 700 страниц текста – это равно приблизительно одной зачетной единицы. То есть если студенту задается, надо прочитать три книжки, общая суммарное количество страниц, которых 700 страниц, то это приравнится к одной зачетной единице. Предполагается, что это столько времени среднему студенту со средними умственными способностями требуется, чтобы перенесать 700 страниц. Значит, накопление зачетных единиц означает, что получение искомой степени, что бакалавра, что магистра, что кандидата, возможно, только в том случае, если набрано, то есть накоплено определенное количество зачетных единиц. То есть нет 240 единиц, нет бакалавра, нет 120 единиц, нет магистра. И проверка качества, система проверки качества – это важнейшая категория. Если студенту дается очень многое для самостоятельного изучения, необходимо намного больше уделять внимание проверки качества получаемого им образования. Вот эта самостоятельная работа должна контролироваться. Особенно в нашей, как сказать, с нашими культурными традициями, когда если что-то самостоятельно задается студенту, то это значит, что ничего не будет сделано. Если, скажем, на Западе, в западных университетах студенты мотивированы на работе самостоятельно, то у нас не мотивированы. И вот система проверки качества должна мотивировать студента заниматься самостоятельно. Без этой жесткой, в наших условиях, жесткой системы проверки качества невозможно обеспечить требуемых результатов. И система проверки качества должна, соответственно, относиться также к учебным заведениям. Если учебное заведение живет само по себе, то она превращается в замкнутую систему. А физики знают, что в замкнутой системе возрастает энтропия, то есть хаос. И если изменить, не контролировать этих замкнутых систем, то энтропия там будет возрастать. И нужно разлыкать эти системы. И устанавливается как бы система проверки качества учебных заведений, которая позволяет придерживаться определенного уровня. Есть существует так называемый золотой треугольник качества, который контролирует как структуру системы учебного образования, эти три уровня, как процессы, происходящие в системе образования. То есть чтобы лекции читали, чтобы семинары проводили, чтобы студенты читали литературу и так дальше. И важно контролировать также результаты обучения. Это то, что студенты должны получить на выходе. То есть все эти три фактора должны очень жестко и четко контролироваться. Только таким образом можно обеспечить требуемый уровень образования. И меры по обеспечению качества обучения в рамках учебного заведения включают в себя измерение качества с точки зрения достижения результата обучения. Прежде всего, у нас образование должно быть ориентированным на результаты, не на процессы. Измерение качества. Необходимо измерять качество в терминах академической успеваемости. Прежде всего, то есть это оценки, это экзамены, традиционные средства. Количественное измерение в терминах трудоемкости, трудозатраты, выражена в единицах. И текущую оценку для определения необходимой поддержки, которую следует доказать студентам. Это немножко по-европейски сформулировано. То есть оценка выставляется для того, чтобы определить, где слабое место у студента и помочь ему. Но у нас немножко по-другому оценка ставится для того, чтобы завалить студента, чтобы его наказать. Ну, как бы разные культурные парадигмы. Система контроля качества образования формируется, исходя из требований конечного заказчика, в котором в данном случае ей приступает церковь. О чем идет речь? Я сейчас поясню, это очень важный момент. Значит, это означает следующее, что у нас есть три компонента в системе проверки качества. У нас есть заказчик. Я условно говорю, заказчик церковь. Именно церковь определяет, каким должен быть студент. Ни Министерство образования, в аккредитированной системе, ни какой-то там добрый дядя, ни Европейская комиссия, ни другие университеты, которые являются партнерами нашими по баллонскому процессу, никто другой. Заказчиком является церковь. Она определяет конечный результат. Она определяет, какие студенты ей нужны. Это принципиальное изменение парадигмы в новой баллонской системе. Если в нашей, так сказать, условно говоря, советской системе и в старой европейской системе главное, что необходимо было соблюдать, это соблюдать процедуры. Должно быть прочитано количество часов, количество предметов и так дальше, количество экзаменов в родинах. Если эти параметры выполняются, значит все нормально. Образование соответствует требуемым нормам. В новой системе это играет второстепенную роль. Первостепенную роль играет то, насколько образование соответствует требованию заказчика. В глобальном плане это, грубо говоря, насколько инженеры выпускаемые из какой-нибудь Хельсинского университета это соответствует требованиям корпорации Nokia. В нашей системе, простите, конечно, за сравнение, за глобальное, но я просто пытаюсь объяснить, о чем речь. В нашем случае церковь определяет, какими должны быть студенты. То есть речь идет о том, что у нас есть система образования, которая является, конечно, частью церкви, безусловно, системы церковной. Но мы ее рассматриваем как отдельную величину, которая обеспечивает определенный уровень образования студентов. Но этот уровень задается церковью. Она формулирует через священачалье, через нормативные акты, через положение, вот весь этот, так сказать, ворох документации, которая проходит, которая существует, она формулирует заказ, каким должен быть конечный выпускник системы образования. И система образования должна обеспечить этот заказ. А вот проконтролировать, насколько выпускник соответствует требованиям церкви, должен учебный комитет, как внешний орган, выполняющий функции, так сказать, контрольного агентства, независимого, ну, независимого, прежде всего, от системы образования, от самих учебных заведений. Это совершенно вписывается в логику, так сказать, баллонского процесса, где существует учебное заведение, существует заказчик, и существует независимый орган, который контролирует соответствие результатов обучения требованию конечного заказчика. То есть, все очень хорошо вписывается. Дальше. Трансформация деятельности преподавателей и вообще преподавательского процесса. Эта трансформация предполагает несколько направлений, несколько факторов. Это введение штатного расписания, во-первых, в духовных учебных заведениях. Это деференциация преподавательских должностей в зависимости от компетенции и функций. Это введение двух параллельных систем для профессоров и доцентов, штатной и почетной. И это организация внутренней структуры учебного заведения. Также это предполагает усиление роли наставничества и научного руководства учебного заведения. Введение штатного расписания предполагается только в духовных академиях, а также в семинарах с магистратурой. Духовные учебные заведения, в которых нет магистратуры, не имеют штатных должностей профессора и доцента. То есть, по-прежнему, поздельная работа, почасовики в тех семинарах, где нет магистратуры. То есть, та система, которая существует у нас сейчас везде повсеместно. Остаются в простых семинарах, там есть магистратура академии, вводятся штатные единицы. Значит, штатная структура включает в себя набор штатных ставок профессоров и доцентов. Остальные преподаватели, включая заслуженных профессоров и заслуженных доцентов, осуществляют свою деятельность на договорной основе, то есть почасовики. Давайте сначала рассмотрим, что требуется от профессора и от доцента. Каким критериям они должны соответствовать. Профессора должны иметь степень либо доктора науки, либо доктора богословия, старую степень магистра богословия, и международную степень PHD. Он должен активно участвовать в научно-учебно-методической деятельности, в том числе в других учебных заведениях. То есть, человек должен заниматься реальным исследованием, должен реально преподавать и развиваться в своей преподавательской деятельности. Его должны приглашать в другие учебные заведения, то есть это как признак признания. А доцент должен иметь степень кандидата науки, кандидата богословия, значимые научные публикации, способность осуществлять научное руководство написания студентами магистерской диссертации. То есть магистерские диссертации могут писаться под руководством уже доцентов. Что касается профессора, то у профессора есть еще дополнительные требования, это участие в исследовательских проектах, в том числе международных. Должен быть высоким уровнем научных публикаций, в том числе монографии и статей в лицензируемых журналах. То есть нет публикаций, значит человек просто не соответствует своему званию профессора. Он должен иметь возможность и способность осуществлять руководство написания студентов магистерских, кандидатских, ну и докторских работ. Обязанности у профессора проведение лекций и семинаров, организация и гармонизация учебного и научно-исследовательского процесса на кафедре, организация осуществления научного наставничества среди студентов магистратуры и аспиратуры, исполнение административных функций в рамках кафедры учебного заведения в целом. И у доцента проведение лекций и семинаров, осуществление научного наставничества, исполнение административных функций в рамках кафедры. И возможно также привлечение научных сотрудников, с которыми заключается договор, это профессора, либо каждый, либо ректор может инициировать вопрос о привлечении научных сотрудников. У нас до сих пор как бы существует система профессоров и доцентов, где профессор и доцент, как бы соответствие профессоров и доцентов занимаемой позиции не контролируется. Вот присвоили звание профессора и доцента, это все остается. Присвоились, как правило, за то, что человек действительно внес большой вклад в развитие духовной школы, но зачастую не всегда такой человек реально работает и публикуется, активно участвует в научной и исследовательской академической деятельности. То есть иногда создается впечатление, что это скорее такое почетное звание, которое дается за... Да, Ганури Скалзов, Владыка правильно сказал. Предлагается ввести две системы, разделить это единое звание на две части. Предлагается ввести должности штатные профессора-доцента и почетное звание заслуженного профессора и заслуженного доцента. Профессор-доцент это прежде всего функциональная должность, это не звание. Это не то, что присваивается как почетное звание. Это должность, чиновническая должность, грубо говоря, в рамках учебного заведения. Вот, когда человек соответствует этой должности по определенным параметрам, о которых мы сказали раньше, то есть он публикуется, он участвует в исследовательских проектах, в том числе межвузовских и международных, он ведет активную научно-исследовательскую академическую жизнь. На должности профессора-доцента объявляется каждый пять лет конкурс. Если профессор прошел конкурсный отбор три раза подряд, то дальше конкурсный отбор по этой должности не объявляется, он просто продолжает быть профессором, он доказал свою научную состоятельность. И уже до пенсии, до 65 лет, остается профессором. Что касается почетного звания, то есть штатный профессор или доцент по достижении 65 лет получает звание заслуженного профессора или заслуженного доцента. Заслуженные профессора и заслуженные доценты не имеют права участвовать в конкурсах на завершение штатных должностей профессора-доцента. То есть если человек заслуженный профессор-доцент, он уже не участвует в конкурсе на название профессора-доцента по должности по штабу. В связи с введением штабных должностей необходимо также реструктуризировать и сами Духовные Академии в плане организации учебного и научно-исследовательского процесса. Необходимо изменение внутренней структуры учебного заведения. Учебное заведение состоит из таких частей. Во-первых, как бы ректор и аппарат ректора. Далее кафедры, по которым осуществляется специализация. Вот мы говорим, что у нас есть отделение, сейчас пастырское, церковно-историческое, богословское, как раз, бельмейско-богословское, и есть кафедры. Во многом эти структуры друг друга дублируют. Это один и тот же жанр, который существует в двух, так сказать, ипостасиях. Это слишком большое усложнение системы существующей. Поэтому предлагается все-таки оставить кафедру как основную единицу организации учебного и научно-исследовательского процесса. Вся специализация сосредоточена в кафедрах. И тогда необходимость в дублирующих каких-то институтах, например, отделения, просто отпадает. Вот. И также существует ученый совет традиционный и вводится научно-методический совет. Это новый институт, очень важный в осуществлении как раз преобразований в области духовного образования. Это тот институт, который должен, если ученый совет говорит о том, что преподавать, если он говорит о том, что должно происходить в духовных академиях, то научно-методический совет должен говорить о том, как это должно происходить. Научно-методический совет должен давать методические рекомендации по преподаванию дисциплин, по ведению научно-исследовательской академической деятельности. Кафедра, структура кафедры. Кафедра является фундаментальной структурой, структурной единицы учебного заведения. Тем не менее, у нас называется кафедра то, что во всем мире называется департаментом либо отделением. Потому что идея кафедры, кафедра это стул, это ничто другое, как стул. На одном стуле может сидеть один человек, поэтому профессор имеет свою кафедру под собой, как сказать, и сидит на этой кафедре. Когда на одном стуле усаживается несколько профессоров, это неудобно. Поэтому у нас так традиционно принято называть кафедрой то, что в международной практике называется объединением кафедр, объединением вот этих студий. Это то, что называется отделением. Но мы традиционно называем это кафедрой. Это некое пространство, в котором объединено несколько позиций профессорских и доцентских. И как раз в рамках кафедры организуется учебный и научно-исследовательский процесс. Каждая кафедра имеет свой предметный профиль. Это объединение специалистов по данному направлению. В задачу кафедры входит организация учебного и научно-исследовательского процесса на всех трех уровнях. То есть система кафедр пронизывает все три уровня. От бакалавриата до аспирантуры. Разработка модулей учебных программ тоже находится в ведении кафедр. На кафедрах защищаются магистрские диссертации и получают предзащиту кандидатские и докторские диссертации. С друг друга кафедры такова. Сюда входят профессора, доценты. Это то, что у нас как бы по должности входит в систему кафедр от людей, которые сидят в зарплате, получают зарплату от учебного заведения. И те, кто на почасовой основе трудятся в духовных заведениях, сюда входят заслуженные профессора, доценты, научные сотрудники и остальные преподаватели. И профессора, отдельные профессора могут занимать по выбору кафедры должность заведующего кафедра. Это административная функция. Человек из числа профессоров избирается на должность заведующего кафедра, осуществляет свою деятельность уже административную. Что такое научно-методический совет? Задача научно-методического совета входит разработка внедрения инновационных методик и подавания, то есть переход на модульную систему. Содействие кафедрам разработки модулей учебных программ, когда вот этот качественный компонент, методический компонент должен учитываться кафедрами при разработке модулей программ. Научно-методический совет также занимается реструктуризацией процесса преподавания в соответствии с принципами Волонского процесса. С этой целью, и это тоже как бы такая задача, обозначенная патриархом, достаточно четко и однозначно, что каждое учебное заведение должно иметь одного человека ответственно за вот эти процессы трансформации, преобразование системы духовного образования. Это лицо должно входить в научно-методический совет. Говоря вот о таких вот изменениях в подходах к преподаванию, нельзя не упомянуть и нельзя не акцентировать внимание еще раз на необходимости наставничества. Наставничество прежде всего духовного. С точки зрения подготовки пастыря, об этом Святейший Патриарх неоднократно говорил, что институт наставничества, классного наставничества должен не просто остаться, но должен быть усилен. То есть должны к каждому классу быть прикреплены наставники, не формально, а реально, которые реально участвуют в жизни класса и которые должны следить за соответствием тем результатам обучения, которых мы сказали раньше, подготовки священнослужителя, возрастания духовной жизни, молитвенной жизни, полуслужебной жизни и так дальше. То есть вот эти все очень важные, может быть даже важнейшие направления формирования будущих пастыря должны тоже находить поддержку со стороны института духовного наставничества в семинариях, в магистратурах и даже в аспиратурах. То есть это все остается неизменным и более того, это все нужно обязательно усиливать. И научное руководство. Второй такой аспект наставничества. Научное руководство должно быть неформальным, должно быть реальным и оно должно тоже осуществляться на всех на уровнях, начиная с магистратуры и заканчивая докторатурой. Конечно, в разной степени на каждом уровне оно должно быть. Ну и теперь, зачем все как бы город городится, в чем смысл всех этих преобразований. Те трансформации, которые мы сейчас должны провести, это трансформация структуры, методик преподавания, системы проверки качества, деятельность преподавателей-студентов. Эти трансформации преследуют цель следующую. Цель признания. Признание со стороны зарубежных вузов, со стороны зарубежных сетей и агентств, междууниверситетских сетей и со стороны отечественных ведомств, минобразования, университетов и так дальше. Почему я в таком порядке это все разместил? Потому что мы с большим трудом, вы знаете, все добиваемся признания со стороны светской сферы, со стороны светского университета, со стороны минобраза нашего образования. Поэтому мы решили пойти другим путем. Мы решили пойти путем обходным. Сначала добиться признания со стороны зарубежных университетов, что намного легче, они готовы нас сейчас попасть к признарущим. И вынуждать наши светские структуры признавать нас через признание дипломов зарубежных. То есть мы фактически применяем, шантажируем, что называется. Да, совершенно верно. Мы шантажируем нашу систему образования признанием со стороны международного сообщества. Смотрите, наши дипломы признают в Оксфере, грубо говоря, в Кембедже. А вы не хотите их признавать. Так что вы лучше, чем то, что предлагает Оксфер Кембедж. Это смешно. Мы будем, очевидно, идти путем выдачи двойных дипломов, когда будет либо подпись одного вуза, духовной академии и, скажем, зарубежного признанного авторитетного университета, так чтобы с этим дипломом человек мог быть признан в системе светского образования. Далее. Система признания ведет к интеграции в различные образовательные пространства. Значит, ведет к интеграции в образовательные пространства европейское пространство высшего образования, европейское пространство научных исследований и отечественное пространство высшего образования. Но и это не является самоцелью. Самоцелью не является ни сама по себе реформа духовного образования, ни признание, это не самоцель, ни интеграция в образовательное пространство. Самоцель у нас другая. Это повышение уровня образовательной системы. Повышение уровня подготовки духовенства прежде всего, подготовки квалифицированных преподавателей, в том числе для светской системы образования, для школ, университетов и для подготовки научно-исследовательских кадров для церкви. Вот, собственно говоря, такая концепция духовного образования родилась в результате дискуссии и предлагается вашему вниманию.